Смотрите в выпуске. Кто и как делает операции на сердце в Уфе? Репортаж из кардиоцентра. Фасад сталинской высотки в Уфе ремонтируют за 34 миллиона рублей. Как работают врачи в маленьких городах? Рассказываем на премьере Благовещенска. В самом центре Уфы на перекрестке Ленина и Коммунистической расположились два ярких представителя сталинского ампира. Уфимский почтамт и Башпотребсоюз. Здание последнего сегодня закрыто строительными лесами. Идет капитальный ремонт фасада. Здания имеют разрушение на фасаде и на балконах, поэтому выявилась необходимость выполнения ремонтных работ. Заказчиком работы является фонд капитального ремонта, нов региональный оператор РП. Вообще в Республике Пушкинстан уже не первый год выполняется капитальный ремонт объекта культурного наследия. Именно капитальный ремонт с реставрацией архитектурных элементов. Это достаточно сложная работа. Она у нас выполняется исключительно за счет средств собственников. Ранее по такой же схеме преобразились фасады восьмиэтажек, а также дома в начале проспекта Октября. Стоимость работы над зданием Башпотребсоюза составила 34 миллиона рублей. Изношенность фасада около 60%. Будут заменены архитектурные элементы, в том числе балконы. Те, что вызывают опасения, полностью разберут, а новые будут точной копией оригинальных. Причем строители обещают сохранить их функциональную роль. Сейчас смотрим уже по необходимости. То есть производится осмотр, и то, что необходимо заменить, то, что невозможно отремонтировать, то производится замена. Уже сегодня установлены новые шпили, а вот колонны из мрамора останутся. Эти буквы приведет в порядок сам Башпотребсоюз. Сложнее ситуация с вывесками магазинов и кафе. Они уже согласованы с мэрию Фы, но если бизнес будет готов их демонтировать на время ремонта, строители приведут в порядок и эти участки фасада. Но насколько существующие вывески впишутся в восстановленный сталинский ампир, вопрос спорный. Идеальным вариантом было бы согласие бизнеса сделать вывески более соответствующими той эпохе. Здание Башпотребсоюза, оно тем уникальное, что часть дома, оно как квартирный дом, а часть принадлежит Башпотребсоюзу. Ну то есть и собственники помещений жилых, и собственники Башпотребсоюза оплачивают также взнос на капитальный ремонт. Но и жители, и бизнес для своего комфорта устанавливают кондиционеры. Их внешние блоки запрещено вывешивать на фасады. Но если мэрия и управление по охране культурного наследия проявят инициативу, как в случае с восьмиэтажками, то собственникам придется искать другое решение. Работы планируют завершить не позднее 10 октября. Отметим, что фасад дома приводят в порядок юбилею Фы, который город отметит в следующем году. Андрей Шарыгин, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ. 28 июля в Уфимском республиканском кардиологическом центре прошел мастер-класс для хирургов. В столицу Башкирии приехали врачи из районов республики, а также из Казани. Главная цель сегодняшнего мастер-класса – обмен опытом. Уфимские хирурги проведут ряд показательных операций и после обсудят их с коллегами. Он называется мастер-класс, но я уже говорил, что это встреча с коллегами, делимся опытом, подготовленный ряд пациентов с патологией сонных артерий, проводим профилактику ишемического инсульта, потому что ишемический инсульт является одним из самых часто встречаемых, если взять геморрагический и ишемический, то более 80% всех случаев это ишемический инсульт является. Поэтому мы решили собраться, провести обсуждение этой насущной проблемы, поделиться опытом, ну и особенности, тонкости операции тоже еще раз обсуждить. Как рассказали врачи, этот мастер-класс первый в текущем году. Раньше, еще до ковидных ограничений, такие собрания проводили по 3-4 раза в год. Большинство финских врачей, как и Тимур Хафизов, уже не раз выезжали в другие регионы и повышали свою квалификацию. К самосовершенствованию, конечно, нет предела. Наши доктора, которые общаются со всеми российскими кардиохирургами, со всеми федеральными центрами, конечно же, обучаются. И каждый год у нас внедряется до 20 новых хирургических мешателей. Республиканский кардиологический центр ежегодно осваивает новые методы оперирования и диагностики. Большая часть современных операций проводится эндоваскулярным способом. Вместо большого разреза на теле пациента делают лишь небольшой прокол. Мы вынуждены были, в связи с большим ростом таких операций, отделить два отделения рентгенхирургии. Одна из них занимается коронарными сосудами, второе отделение занимается развитием новых эндоваскулярных методов лечения для периферических сосудов, в том числе и крупных сосудов. И на сегодняшний день очень актуально проведение операции на аорте, при расслоении аорты, при разрыве аорты. И такие операции тоже, часть из них делается эндоваскулярным методом. Эндоваскулярная хирургия – относительно новое направление. Она появилась лишь в середине 20 века, но у нее есть несколько существенных плюсов. А потому ее активно применяют во всех сферах медицины. Все это направлено на то, чтобы нашего пациента, с одной стороны, спасти от критического состояния, дать ему возможность жить нормально. С другой стороны, эти операции более короткие и помогают быстрее восстановиться пациенту после проведенной операции. После эндоваскулярной операции, к слову, пациент уже на второй день встает, ходит, двигается и продолжает обычный образ жизни. Как рассказывает Ирина Николаева, сейчас хирургия развивается по всей республике, не только в столице. Способствует этому и появлению нового оборудования, и повышению квалификации специалистов, которые зачастую происходят на подобных мастер-классах. Алсу Гумерова, Андрей Шуняев, телеканал Ю-ТВ. Я уже как родной город, я в других местах просто не представляю, как работать. Можно было, много места предлагали. Загир Зарипов проработал в центральной районной больнице Благовещенска уже больше 36 лет. При нем сменилось 9 главных врачей, а он тем временем не прекращает изучать новое оборудование и учит молодых специалистов. Но их, говорит опытный врач, приходит не так много. Некоторые приезжают, рядом с Уфой опыт набирают, уезжают. Наверное, не хватает. Бывает текущие кадры, от них приходят, другие уходят. Что сделать? А рядом с Уфой же тоже притягивают. Есть, конечно, моменты, но я думаю, решаемый этот вопрос. Коллектив нравится, столько лет уже на семья работают. Есть, конечно, старые поколения, которые до сих пор со мной начали работать. Молодежь их сам обучил, просто же их не просишь. Мы спрашиваем, тоже нравится. Почему им нравится? Условия-то прекрасные, честно говоря, вот так. Такая проблема есть. Они обретают большой профессиональный опыт на базе центральных районных больниц. Со временем, конечно, взрослеют, и им хочется уже более высокого профессионального роста. Из-за кадрового голода дополнительная нагрузка ложится и на опытных, и на молодых врачей, которые решаются остаться в маленьком городе. Например, Елена Зорина работает терапевтом год после шести лет учебы в БГМУ. Вместе с остальными коллегами она говорит, что хорошие условия труда сейчас – это не только высокая заработная плата. У меня мама много лет проработала в поликлинике, тоже врачом-терапевтом. Я решила продолжить династию. Очень мало терапевтов приходит в поликлинику после того, как обучились в университете. Возможно, из-за маленькой заработной платы. То ли дело работать в УФЕК, где очень много специалистов, которые подскажут. А в таких отдаленных местах приходится, конечно, думать самому. В рабочий день может быть 36 часов, может быть 8 часов. Всегда по-разному. Хорошие условия – это когда тебя руководитель слышит. Слышит твои пожелания, либо какие-то моменты недовольства. И хотя бы он услышит, и пойдет тебе навстречу, как-то лед тронется. Администрация больницы помогает молодым специалистам в плане стимулирования заработных плат. Но не все выдерживают, конечно, транспортную нагрузку. Приходят к нам молодые специалисты, профессиональные, хорошие, молодые. Но в силу различных причин некоторые бывают и увольняются. Еще больше опасений у местных жителей вызвала ситуация вокруг хирургического отделения больницы, когда этим летом попасть туда в один момент стало практически невозможно. Многие даже посчитали, что отделение закрыли. В кабинете главного врача нам рассказали, из-за чего так вышло и что станет с теми, кому понадобится экстренная помощь. Хирургическое отделение в настоящее время у нас работает. Врач-хирург находится в очередном отпуске. Заведующий хирургическим отделением произошла накладка с больничным листом. Также у него по графику наслоение произошло, и он тоже находится в очередном отпуске. С 1 августа к нам будут командированы врачи-хирурги из других медицинских организаций. И сложные операции. Такие пациенты будут маршрутизироваться в медицинские организации города Уфы. В городскую больницу номер 18, в городскую больницу номер 8 и в городскую больницу номер 13. О проблеме с нехваткой кадров говорят не только в больнице. Администрация города уже снабжает тех, кто переезжает работать в Благовещенск социальным жильем или выделяет субсидии на покупки собственного, чтобы закрепить врачей в районе. С сентября 2023 года вдобавок к квартирам врачи будут получать и полный комплект мебели. Но специалист молодой, который приезжает, он действительно приезжает буквально с сумкой, правда? А ему надо работать уже завтра. И принято решение, что с 1 сентября в тех квартирах, которые у нас имеются в социальный найм, мы будем предоставлять предметы мебели обихода. Для того, чтобы специалиста, который приехал и готов работать, не болела голова. Что он получает жилье, готовое к использованию для проживания. Сейчас Благовещенскому району недостает еще шестерых терапевтов. Как нам рассказал главврач местной больницы, в конце августа для трудоустройства в район приедут трое студентов, которые обучались по целевым направлениям. Вместе с ними появятся и узкие специалисты, ультразвуковой диагностики и врач-офтальмолог. Редактор субтитров А.Семкин